Как жители Перамойского округа города Мурманска отнеслись к спортивным состязаниям прямо под окнами? Какие шансы у местных команд? Еще один этап турнира «Наш дворовый спорт» состоялся в областном центре. В Мурманске стартовал большой проект «Наш дворовый спорт». Его цель – возрождение дворовой спортивной жизни, в частности футбола. Идея принадлежит агентству развития ЖКХ, а партнером выступила консалтинговая компания «Иноватика». Матч не был бы возможен без поддержки Мурман-Ремстроя. Компания отремонтировала площадку, на которой сошлись футболисты. Вообще это в плюс. Мне кажется, наоборот, ребята больше заинтересованы играть. Все больше, больше, больше команд надеюсь, что будет. Николай Беляев занимается футболом с шести лет. За это время успел поиграть в разных командах. Специально для турнира с группой единомышленников собрал новую. Назвали команду «Юная гвардия». Шансы на победу среди четырех сборных участников этого этапа примерно равны, отмечают судьи соревнований. Тут по мастерству-то команды, наверное, все равны. И учитывая, как в дворовом футболе бывает, то есть кому повезет. Тут больше так, потому что тут нельзя сказать, что от силы команд будет что-то зависеть. Тут больше, наверное, от удачи, потому что площадки неровные, там отскоки, не отскоки. То есть как это будет. Участникам состязания предстоит шесть матчей для того, чтобы определить лучшую команду. А вот в чем не занимать, так это в поддержке болельщиков. Жители соседних к полю домов активно поддерживают игроков. Нужно развивать любые спортивные мероприятия в нашем городе, чтобы прививать молодежи в спорт, энергию, жизнерадостность. Ну, естественно, это будет сказываться в дальнейшем на наших детях, на их физической подготовке. Этот район считается спальным, и массовые события здесь редкость, поэтому матчи собирают немало людей. Естественно, здесь большое количество детей вокруг, тем более вот этот район Достоевского. То есть детей очень много, потому что здесь и школы, и родильный дом. Поэтому здесь надо больше таких мероприятий проводить. По итогам соревнований команда «Юная гвардия» заняла четвертое место. Команда ЦСМ взяла бронзу. Серебро и участие в финале досталось команде «Мурманец». Первое место с нелегким стартом заняли студенты из МГТУ. Помимо крафтовых медалей, личный состав из технического университета наградили чеком на 10 тысяч рублей. Следующая игра состоится 3 сентября в Североморске, а финал пройдет 10 сентября в Мурманске. Спорт – сила, парни, от души!